Седьмого стиха, двадцать пятая глава книги «Чисел» мы читаем. Финеэссин Елеазара, синаарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою объем, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их израильтянина и женщину в чревле ее, и прекратилось поражение сынов Израиля. Умерших же от поражения было двери двадцать четыре тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финеэссин Елеазара, синаарона священника, отвратил ярость мою от сынов Израиля, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израиля в ревности моей. Посему скажи, вот я дам ему мой завет мира, и будет он ему, и потомствуя его по нем, заветом священства вечного, за то, что он показал ревность во Боге своем и заступил сынов Израиля. Отец наш, который в небесах, помоги нам понять многие вещи в этом единственном чтении. Во имейшего Мессия. Скажи теперь все, Пинхас, Финеэсс, кто это был? Внук, внук, внук она, и мать его была египтянка. Исход шесть двадцать три. И взял Элеазар жену из Путиэля, из лечерей Путиэля. Из вери. Короче, Пинхас не еврей был. Я не уверен. Ихход шесть двадцать три. Бесердер, мы можем узнать, кто был Пинхас? Кто был Пинхас? Левитом, внук Аарона. Он был внуком Аарона. Аарон был Коэн Гадол. И Аарон был первым священником. И его сын, его сын, был тоже, соответственно, из его дома. И вот мы видим вдруг, как Пинхас, его внук, как бы вне очереди, входит в священство. Машу к цакле нормативы. А я целых не хочу, чтобы он был внук, а он должен ждать своей очереди, пока исполнится поколение. Одно поколение, сменение, другое. И когда настанет его очередь в служебе. И когда он был внук, как он был внук, как он был внук, как он был внук. Вопрос, каким образом его отец, сын Аарона и Мереза, стал первым священником? Как он был? Как это было? Там жена Дафе, они... Нет, они не внук, они не внук. Но когда Аарон умер, мы не забываем. Как он знает, Моэр Орон. Илухин говорит ему, Моэр Орон, Аарон должен быть внук. Аарон, брат твой, он идет потому что он... Он поднял его на ар, и кушает его керону, и кушает его на сын. Он говорит, там ты возьми одежду священства его, и возложи на его сына. Аз Эль-Лазар, я даю коррекционный метод. То есть, по сути, Элеезер, сын Аарона, к тому времени был на своем посту первосвященника. И вот, и молодого поколения, Пинхас, внука Аарона, сына этого действующего первосвященника Эль-Лазара, из-за ревности своей по Богу, он входит на тот же уровень, что его отец в священство. Почему они умерли, без героя ли они обзора? Я хочу, чтобы вы просто это держали в памяти, и мы вернемся к этому. Сейчас буду рассказывать рассказ. Что происходит в последних недельных чтениях, то, что мы читали, это суперинтересные вещи, и очень важно нам обратить внимание. что происходит. Вот мы видим новое поколение израильтян, которые выросли в пустыне, и родились в пустыне. И они уже приближаются к границам обитованной земли. И они должны пройти землю Моав. Моав, по этому же уровню какого мишпаха. И Моав, вы знаете, что это родственники израильтян. Они сыны Лота, евреянника Авраамова. И Илухим умер, Исраэль не легать в Моав. И Алабов упредил израильтян, и о том, что они не должны прикасаться к Моаву и воевать с ним. Вы должны просто заплатить им за разрешение, чтобы пройти через территорию и не взбивать с ним какие... Но вот Балак, царь Моава, он не знал, что ему думать. Ему не нравилась эта ситуация, что такая колоссальная толпа пройдет через его территорию. Но он не боялся он не понимает многочисленности израильтян от чего-то другого. Киилл, они могли улететь от всего Исраэль в Мазгавуа и получить огромный кесар обо всем оборачивающим дни Исраэля. Он даже был ему на руку, что им было так много, он мог положить за каждую голову определенный налог. Хочешь пройти, заплати и проходи. И это, в сущности, был план Моава. Но Балак боялся. Чему боялся Балак? Прежде чем они пошли Моава, они победили сихона и оба царей. И те были амуреями. Амурим это анаким. И они знали, что это гиганты великаны. А ты не хулим ла аминь базе или не ла аминь базе? Можно в это верить, можно в это не верить. И есть РБО хохот, и есть РБО на шиши битлабдимадзе. И есть много косвенных прикатов. Есть те, которые не принимают это. Амурим и Мои анаким. Но это были очень большого роста. Алба, 5, 6 метров. И считают, что они были 4, 5, 6 метров. Чего-то такого невозможно. Очень сильные ребята. Возможно это было генетическое что-то. И это не чистое перед Богом. А я машу кашу. О, дне Илухим. Ле бришит перчеш. Потому что их предками были еще те, о которых написано, что сыны Божьи стали брать себе в жены и дочерей человеческих. Алба, элла юм не вид Исраэль. И они были против Исраэль. И Исраэль теперь урань Илухим ла ашмиду там. И Исраэль получил ясное указание от Исраэль уничтожить их. И естественным образом, если смотреть на эту ситуацию, это была совершенно миссия невыполнима. Но Бог дал народу Исраэль силу. И они таки победили. Сихон. Вы знаете слово сиха? Разговор, общение, разговор, беседа. У него была сила, он владел, видимо, языком своих, так что он мог организовать свою народу. И большие силы были также у царя Бога. И не понятно как, но отцы наши победили эти два народа. И вот Балак, хошал. Вот подумал так. Кох Аль Тиви немцет имам Исраэль. Если они победили этих гигантам, то непримерно они победили их в сверхъестественной силы. И если они пройдут через мой народ, мы получим какие-то деньги за это. Но они могут принести вести для нашего народа. Иммонтилизация. Киээ материм эй лёшелану, и яхолим лаашмитет идеология философия шелану. То есть это были носители и поклонники другого Бога, не нашего, так размечтал и царя Муава. И они могут через соприкосновение с моим населением обратить моё население в вере. И мы как народ, древний народ Муав, мы потеряем свою идентификацию. Возможно, такие изображения были в голове у Балак. Так что он приглашает за особенные деньги человека, который мог бы помочь ему в этом деле. Который тоже спец по сверхъестественным вещам. И есть мнение, что Балаам был в чём-то подобен Моше, но только он действовал в свете язычниках. И у него был так. А ты любишь мазе сёрфинг? Да. Вы знаете, что это? Сёрфинг. Ты вскакиваешь на доске и ловишь волну. И волну не несёт тебя вместе с собой достойным. И вот этот Балаам был, он можно назвать сёрфинг, духовный сёрфинг, который как бы плавил в течение Духа, вскакивал на него и двигался к системе. Он был неожиданным, а он был неожиданным, а он был неожиданным. Он мог чувствовать в духе, что происходит с целыми большими группами людей, даже народами. Плохое или хорошее? И когда он чувствовал что-то злое. А зло я пошут мусси в клана. Ва я мастер, 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 мастер. И он, таким образом, он им на злу эту группу, и произносил проклятие, и, таким образом, он уничтожал. И наоборот, он чувствовал волну доброго, и он благословлял. Я чуть-чуть не знаю, если сейчас перешусь. Вы скажите, иногда мы переживаем тяжелое, каждый из нас. И иногда ты чувствуешь, что это прям предел трудностей. И кто иногда чувствует себя? И в это время ты начинаешь переживать. Потому что ты начинаешь чувствовать себя самым слабым. То есть, если еще что-то злое усилится в твоей жизни, то ты просто не в состоянии уже, в винограни уже находишься. Поэтому написано... Он не дает нам искитание сверх наших сил. Так что убил, ама была, была, был дар. Литфос, ларкиш, это никуда зубки. И вот чувствует вот эту грань, через которую если перелиться, будет уничтожение. Он чувствовал эту границу. Он выбирал правильное время. И бам! Он просто славливал целое общество через произнесенное вовремя проклятие. Если мы видим человека, который и так уже в полудобитом состоянии, а мы его не любим, мы можем побочь ему с легкостью плечом. Мы берегем его. Когда мы действительно достаточно взрослые, и мы как-то пытаемся действовать морально, в соответствии с морально и нравственностью. Мы стараемся воздерживаться по-другому. Но вот, может быть, многие из нас помнят, что некогда, когда мы учились в 30-40 лет тому назад в школах, Питома я не шухалаш в Бакита. Всегда кто-то был славой в классе. И именно вот этого славу выбирали, и на него обрушивалось. Он и так славы, его еще добивают. Помните такие вещи? И вот дар, возможность, способность Вильяма была, как раз говорит, он чувствовал такие вещи в духовном смысле, и он мог воздействовать. Но именно потому, что он был колдун, через произнесенное им слово, он мог еще усиливать вот эту ситуацию. Что мы можем из этого всего изменить? А если есть ли у нас Дух Вильяма или Дух Мессия, то есть ли у нас Дух Вильяма или Дух Мессии? Если у нас Дух Мессии, мы должны понять очень ясную заповедь из священописания. Если ты видишь, что твой брат упал, или он по пути к тому, чтобы упал, а салют нам ших на Тетлу это, это Макашев и Поле Адасов. Ты ему не поднешь коленки сзади, чтобы он не поможет ему упать. Если у нас есть заповедь, у нас есть заповедь как у верующих, если ты видишь, человек слав, чтобы поддержать его, если мы видим, что наш брат предуспевает, ты не входишь в состояние зависти для того, чтобы не допустить этого. или это самих и то, то ты, наоборот, поддержки, уверенно и действительно вошел в этот успех. И чтобы то, что ему не достает, ты добавляешь. Мессия, Балат, Глянгам, Исраэль, Анахну, ке Маменин, Цирхим, Льмод Маши. И с этой истории Балама и Балака мы, как верующие в Мессию Ишуа, должны сделать нечто. Когда мы видим, что он у нас нутро, и мы люди, которые у нас рухани, есть у нас руханина, и мы можем чувствовать себя. Мы, как духовные люди, каждый из которых есть дух, мы можем чувствовать эту слабость или, наоборот, успех. И мы можем действовать в Айтем. И нам нужно действовать соответственно, как верующие в Мессию. Мы видим, что он у нас нутро, если наш брат падает, одержать его, поднять его, и просто удержать свои куска от того, чтобы произносить сплетню, но поднять его, укрепить его, и если он преуспевает, если он преуспевает, это то, о чем учит нас священный Александр. Но Билам, он не был носителем духом Иссии, и у него не получилось прогресс там от Израиля. И он избрал другой путь. Он научил Моав, он научил Моав, таким образом, как литаркен на Исраил. Можно навредить Израил. Мы, как верующие, иногда нутроим, иногда ошибаемся, иногда ошибаемся, и иногда мы начинаем говорить, что это рухани в жизни. Иногда мы говорим так, что эта часть, это духовная часть нашей жизни, и эта часть, это физический, а эта часть, это просто материальная, здесь у нас в Петерухе. Но в действительности, духовная и материальная всегда идут вместе. Если ты вообще не представляешься таким ангелом света, а в доме ты дьявол, то или сатан, то если ангела скрестить дьявол, получается такой хороший дьявол. Сатан? Атануя холь висахек мисхаким, пуани кадош рухани, да пуани мишани. Ты не можешь играть в игры и делить таким образом. Весь я прилично себя вилу, есть, весь я святой и святой и духовной вещи себя, а домой я прихожу, я тот, кто я есть, на самом деле. По-русски умрень. И по-русски обычно говорят так. Что матерщинник, грубиян и хамлов Иван Васильевич в душе был кротким и спокойным человеком. Зелёвый. Это не работает. Такое сочетание. Иван Тимути? Зелёвый хол и йод. Это не может быть так. Кими шата без ним, а табахутся, а табахутся, табахутся, табахутся. То, что ты внутри, то и выливается наружу. И то, как ты действуешь снаружи, оно проходит внутрь. Иван Исраэль а я муган а льедей глювуша в кохах лови. И вот народ Израиля он был защищен и огражден и святостью Всевышнего. Так что Балаам берёт, и даёт в деле совет Балаху. Мы не смогли духовным образом проклясть этих ребят. давайте материальным образом к ним подкатим через девочек. И они послали девушек. Они не только искушали сынов Израиля, но также эти девушки вовлекли сынов Израиля в это поклонство. И вот таким образом удалось пробить брешь в защите Израиля. И из этого мы учим что именно так кирила ломет и твей кодич. Если в общении ты изучаешь Священное Писание и конечно же справедливо ты думаешь, что Бог благословит тебя. там истеклили сердце порно. дома у тебя как бы разделение и там ты занимаешься просматриванием порнографических фильмов. то ты должен понимать, что таким образом ты делаешь дырку и разрушение придет в твой дом. И вот здесь мы очень интересную вещь видим. Давайте прочитаем. 25 глава с первого стихом Кенн И жил Израиль в Ситимии и начал народ благородействовать для теляня Муала. И приглашали они народ к жертвам богов своих и ел народ жертвы их и кланялся богам их. И прилепился Израиль по алфигуру и воспламенился гнев Господень на Израиле. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь им Господу перед солнцем и отвратиться от Израиля ярость гнева Господь. И сказал Моисей судим Израилам, убейте каждый людей своих, прилепившихся к алфигуру. И вот некто из сынов Израилов пришел и привел братьям своим в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилов. Финес сын Элиазара священника увидев это встал из среди общества и взял в руку свою копию. Я хочу что-то объяснить потому что многие из нас не видят здесь очень ясные вещи. Народ стал грешить. И особенно увлекли за собой народ князья князья лидеры народа. И Моше получает повеление с небес накажи этих князей. не двигается. Но он не двигается. Мы видим что в этой истории как будто бы он застыл на месте. парализован политический политический смысл он как будто парализован в политическом смысле. И один из князей князей земли. Он не был единственным который поступал так но здесь происходит нечто прямо перед глазами мошей и за это всего он берет девушку и демонстративно перед ним идет и у них есть четкое указание только что мы читали убить всех этих князей они никак так что таким образом вот начал действовать и просто принес эпидемии встан за и а вот это судьба и монах если мы не приводим свои дела в соответствии с указанием всевышнего то бог сам начинает действовать и он сам приносит наказание и вот мы видим предводители израиля стоят парализованы ничего не предпринимают и вот внук который не не полагалось действовать потому что он был власти он не принимает ревность и он судится он становится судьей и именно на этом суде он убивает человека но этим он спасает многих других он останавливает эпидемии и мы здесь читаем что от этой эпидемии умерло 24 тысячи человек и вот Пинхас Финес он становится судьей защитник другой стороны он становится защитником хадады с одной стороны он наказывает человека с другой стороны он защищает народ израиля от того чтобы не погибли все что это очень странно здесь происходит мы читаем из нового завета что есть много указателей которые говорят о мессии который еще только должен и читаем о и судья и ходат и он может провозгласить конечный суд с другой стороны он искупитель и он жертв за всех нас это что-то очень интересное и вдруг пинхас получает особое благословение за то что он сел здесь не открывайте сейчас мы дома сделать книгу судей двадцатой главе там печальная история с сынами они изнасиловали наложницу невида и помните 20 главе 28 стихе мы читаем что-то очень странное пинхас сын Элиазара сын Аарона он выходит и говорит к народу что-то странное что-то 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 сколько лет происходит с тех пор как пинхас в пустыне делает то что он сделал сейчас мы прочитали и до тех пор когда судья примерно 250 лет но тот юноша который сделал он все еще жив благодаря благословению с небес 250 лет и многие его сверстники давно в земле а он все еще жив это тоже рома о нитххиют баати шел тавкид шел машия и это на самом деле нанек на мессию на вечность мессии из-за того что он сделал если есть если у кого есть терпение вы сделаете исследование и вы сделаете исследование сделаете исследование и вы действительно прошло время с тех пор как пинхас заступил народ Израиля это история история и но здесь я хочу обратить наше внимание на наше отношение с ешуа смотрите то что касается ешуа кому-то открыто это открыто кому не открыто вы не можете доказать а ты можешь логически пытаться доказывать и доказывать и доказывать но если бог открыл человеку глаза если он открыл тебе глаза то скажи спасибо и держись за то что он открыл и вот я хочу скакнуть к Евангелию от Йоанна и здесь в шесть шесть в шесть 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 пятая глава вот 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 5 главе 18 вот люди сервиса на и шоу и чуть ли не хотят его убить а то что он приступил заповедь и шевать вебинком не мальчике шуме от амьютер ясно того чтобы просто тихо спокойно удалиться он и свинчивает и тысячи силы он и шума на манамена не умею на хэм апель и не мне я хула судава мили мили по золоте машину ой абусе на это Ишуа сказал истинно, истинно говорю вам, сын ничего не делает, не может говорить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо то, что творит он, то есть сын, творит так же, ибо отец любит сына, и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сил, так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых, не оживляет так и сын, оживляет того, что он хочет. Ибо отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, только не чтит и отца, пославшего ему. В случае с Пинхасом, мы видим, как человек, в ревность к своему поводу, Он становится и судья, и заступником, защитником, и получает большое уважение, И так же самхут, и так же власть, и так же долговетие. И он таким образом становится очень ясным указанием на Мессию, который придет для того, чтобы спасать многих. И здесь в Йоханане мы читаем, что сын Божий, что он получает власть от отца быть судьей. До такой степени, что написано, что отец уже не судит никого, но весь суд отдал сыну. И вот вдруг, в Послании к евреям мы видим, развитие этого сюжета. И мы видим, что Иисус не только высший судья, Элле гам овехли нарушения, в смысле литапер, в левоша оттану, мемешфатим, мемдברים гдолим, мебайетим. Но и становится также хадаты и защитником, для того, чтобы искупить и защитить нас от многих бед. Вы помните, как я начал этот рассказ? Вы помните, как я начал этот рассказ? Иисус находится в должности первосвященника, и вдруг пинка срывается. Подумайте, то, как Иисус вошел в свое служение. Это напоминает то, как Иисус вошел в свое служение. Вы боитесь маме срывает? В сущности, надо это знать. Надо ехать в минуту, или в минуту. Да, в камерке? Это азур! До сих пор, немного нервничает, я бы сказал, много нервничает, именно вот из-за этого момента. И их нехна, сабеназам, азам и нацеры, для того, что ты не добрый вала в каха. Кто такой, что вышел из нацерета, и претендует на какие-то великие вещи? Но вот пример Пинкаса, Финееса, проясняет нам очень ясно, на своем уровне, Финеес показывает, как в свое время и сын человеческий, на глобальном уровне, сделает нечто подобное. Как высший судья и как хадатрий. Я хочу закончить словами Нового Совета, посланник евреев написано, у нас есть не такой, как были предыдущие священники, потому что каждый из них был так же слаб и грешен, но есть у нас тот единственный, который был священник, который взял свой священник, который взял свой священник, и привел его и принес его перед Богом, и он осуществил за нас, к священникам мира. Я на этом хочу закончить. Я думаю, что вы поняли мою мысль. Вы поняли статус и функцию миши, судья и хадатрий, но мы также решили, как мы должны быть, не как Балак и Балам. Но мы вернулись так же, что нам нужно определить кто мы, как Балак и Балам, что мы не как Балак и Балам, мы не так же как Балак и Балам, но что есть в нем Рух Масхиах. Но у нас есть Дух Мисии, кто заходит нам на все эти планы, которые призывают нас действовать соответствующим образом. Я хочу молиться. Отец наш, который не писал, что Твое Слово развещает нас. Я прошу прощения. Я прошу прощения. За каждого из нас. Когда мы иногда делаем вещи подобные тому, что делали Балаам и Биллак. Когда мы произносили плохие слова, и тот, кто был надломлен, помогали ему упасть. И прости нам также такие вещи, когда мы видели человека сильного, преуспевающего, и мы помогли ему споткнуться. Своей завистью. Своими сплетнями. Я молюсь, Господи. Что ты надеялся не в желании, чтобы ты очистил нашу душу, от тех вещей, которые противодействуют, и препятствуют действию Духу Святого. Я молюсь, Господи. Чтобы мы надеялись на 100% на Нессию, который есть наш высший судья и совершенный защитник. Во имя Ишовы Си. Субтитры создавал DimaTorzok